приветствуем вас на канале мясорубка свежие новости подъехали начинаем крутить парш из германии пахнула такой демократии что сразу вспомнились события вековой давности и так можно сказать третий пошел вслед за тюрингии и саксонии анхальт оппозиционную адг в саксонии также классифицировали как правоэкстремистскую организацию об этом сообщило управление по защите конституции правильно конституция она кого надо конституция и нечего немцам самим решать кто будет ими править сказано что должны любить зеленую она лена бербак и будут любить нечего тут разводить демократию интересное то что на данный момент партию поддерживает 33 процента населения равно как и других оппозиционеров из христианско-демократического союза остальные партии судя по последним вопросам едва ли набирают пять процентов зачистка неугодных вошла в чат напомним что чуть ранее глава управления по защите конституции альман в магденбурге сообщил о том что партия альтернатива для германии теперь классифицируется как правоэкстремистская организация в саксоне анхальт так что запрет партий начнется с регионального уровня судя по всему дойдет и до общенационального так что не имеет значения довольны немцы своим правительством или нет никаких других людей им просто не предложат на выбор а тем временем из финляндии идут очень тревожные новости правительство страны наконец-то взялось за здоровье школьников казалось бы это же прекрасно и так ли но взялось не просто правительство а генштаб а школьники для них это завтрашние 18-летние подлежащие призыву и больше никто крупнейшее издание финляндии элсы джин саномат публикует статью о фитнесе исследований физического здоровья финских школьников в одних регионах детишки покрепче а в других послабее все бы ничего но только исследование это проводит генеральный штаб похоже финны собираются пройти путь одной веселой страны во что бы то ни стало и сейчас пока . невозврата не пройдена их еще можно остановить надеюсь политическое руководство россии все видит понимает и планирует предпринять упреждающие действия которые помогут снять старательно нагнетаемой финляндии напряженность а тем временем в америке уже вообще ужас и караул там даже хуже чем в германии сейчас расскажем дальше а пока тюменский илон маск известный по наушникам сиджи под снова создал нечто потрясающее тюменские умные часы от компании к из гуру сиджи watch впервые в россии бюджетные умные часы топового уровня стоит сиджи watch 6000 рублей а по функциям не уступают и яблочку и самсунгу за 25000 у часов к из гуру экономичные экраны samsung и шарп и японские батарейки panasonic работают тюменские часы на одном заряде до десяти дней втрое дольше чем китайские аналоги за ту же цену аналоги нельзя использовать как гарнитуру а часы кейс гуру можно а еще это первые в россии смарт-часы за 6000 с экстремальной защитой корпус выполнен из супер прочного авиационного алюминия они из пластика как это обычно бывает у бюджетных часов ремни из гипоаллергенного медицинского силикона не раздражают кожу у аналогов браслеты из дешевой резины оставляющие на коже красные следы на солнце тюменские часы не слепнут и на морозе не разряжаются и не тупят ну и всякие полезные опции есть и это всего за 6000 рублей да у сяоми и huawei и есть что-то похожее но уже за 10000 они за 6 а у кейс гуру нет переплаты за бренд и сетевых накруток часы продаются напрямую потребителю заказать прямо сейчас смарт часы кейс гуру можно по ссылке в описании или qr-коду на экране плюс на экране промокод на скидку 200 рублей рейтинг кандидатов президента сша дональда трампа впервые превысил рейтинг действующего американского президента джо байдена в предвыборных опросах об этом сообщил the wall street journal согласно опросам этого издания 47 процентов респондентов заявили что готовы проголосовать за дональда трампа сейчас джо байдену отдали свои голоса 43 процента голосование включающим других потенциальных кандидатов на пост президента трамп обогнал соперника с большим отрывом 37 процентов против 31 самый популярный из прочих кандидатов роберт кеннеди-младший набрал 8 процентов политическое положение президента байдена находится на самой слабой точке за все время его президентство констатирует the wall street journal похоже что старина донни такие имеет хорошие шансы прийти во второй раз к власти вот только запретить его так же легко как и а дг в германии едва ли получится немного не те люди стоят за трампом чтобы так легко позволить смыть их вложения впрочем байдена сопровождает такой вихрь провалов то даже сторонникам все меньше хочется видеть его на втором сроке в белом доме тут беда очередная случилась в америке сломался последний киперзвук такая вот траурная новость хотя здесь надо уточнить как вообще могло сломаться то чего никогда не было а точнее то что никогда не работало однако как справедливо сказал владимир владимирович америка это империя лжи поэтому там не то что сломаться могло а гораздо интереснее там на вооружении умудрились принять то что никогда и не работало и даже ни одного успешного испытания не прошло давайте припомним что произошло за последние шесть лет тем более что это как раз 6 лет путинского срока и почти весь байденовский срок сперва в ответ на то заявление которое сделал путин в ходе послания к федеральному собранию анонсировав там новейшие оружейные системы россии гиперзвуковые не только сразу после этого раздались всякие скептические голоса запада обвинения в мультиках путина но главное это крайне самоуверенное заявление о том что у сша у самих чуть ли не десятки проектов гиперзвуковых ракет в разработке и что они сейчас мол как ответят и вот прошло 6 лет куча проектов американского гиперзвука постепенно свелась ровно к двум эй джи м 183 и своеобразный аналог нашего кинжала и л а hw проект эй джейм 183 был окончательно похоронен в марте этого года вызвал большой переполох среди военных экспертов а второй проект остался единственным без альтернативным последней надеждой и только это честно говоря останавливает нынешнюю администрацию от того чтобы признать очевидное этот проект тоже уже мертв просто тут уже политика менее чем за год до выбора взять и признать что байден провалил всю гиперзвуковую программу сша это равносильно политическому характере не только для байдена но и вообще для демократов поэтому данный тупик все еще держит в аппарате искусственного жизнеобеспечения периодически пытаясь сделать вид что он еще жив вот только судите сами что там происходит начать следуя из ттх проекта изначально было заявлено что это чуть ли не конкурент авангарда скорость 17 махов дальность почти 3000 километров не дурно в итоге оказалось скорость 56 махов дальность чуть более полутора тысяч километров напомним что 5 махов это пороговое значение по которому определяет гиперзвуковое оружие то есть л а hw по самой кромочке проходит этот параметр что мы имеем четыре провальных испытания то есть строго говоря все ни одного раза л а hw не был успешно испытан но самое интересное в другом самое страшное что без единого успешного испытания л а hw каким-то чудом был принят на вооружение сентябре 2021 года пентагон явил миру кучу видео где готовые установки якобы с ракетами прибывают войска размещаются в заданных позиционных районах и будут поступать на экспериментальное боевое дежурство это было в 2021 а два года спустя в 2023 л а hw снова провалил все испытания до единого и теперь даже просто новое испытание будут возможны не раньше весны 2024 года а что же было принято на вооружение два года назад до сих пор загадка услужливая пресса неудобных вопросов не задает вместо так называемых мультиков путина пришли настоящие полнометражные блокбастеры байдена про несуществующий в сша гиперзвук но российским либералам он почему-то очень нравится в отличие от реального российского гиперзвука а тем временем сделка века окончилась триумфальная поездка владимира владимировича в объединенной арабской эмираты россия не просто закрепляется в арктике но и находит крупнейшего инвестора для проекта севмор пути причем что особенно интересно речь не про китай про объединенные арабские эмираты это действительно не только крупнейшая сделка века но и крупнейшие компании мира ее заключают похоже что россия собирается строить быстрее чем сша смогут взрывать и к тому же с такими инвесторами и совладельцами не очень то будет и повзрывать то что строят путин и наследный принц аль нахайян речь идет о строительстве семи крупных портовых терминалах в арктических широтах на протяжении всего севмор пути для этого была создана совместная компания ооо международная контейнерная логистика которая учредила росатом получившая 51 процент акций предприятия и deep world из объединенных арабских эмират который будет принадлежать 49 процентов deep world принадлежит правительству объединенных арабских эмират и является одним из крупнейших портовых операторов в мире среди активов группы свыше 60 портовых терминалов на шести континентах компании управляют крупнейшими портами терминалами индустриальными парками логистическими и экономическими центрами общей пропускной способностью более 90 миллионов тию штаты сотрудников насчитывают более 100 тысяч человек 75 странах одним словом это не просто финансовые вливания это полноценные компетенции предлежащие одному из лидеров рынка не просто дать денег а предоставить опыт специалистов и технологии как строить где строить как наладить работу и много всего другого заметим впрочем что взрывает такие проекты будет не только трудно но и чревато это не балтийское море нейтральные воды и какая-то абстрактная труба это будет прямое нападение на территорию российской федерации со всеми вытекающими ну а главное теперь у севмор пути уже два крупных лоббиста китай и объединенные арабские эмираты не считая самой россии которые будут кровно заинтересованы в проекте потому что в него вложились и которых даже штаты будут бояться обидеть а нам дорогие друзья надо теперь прерваться и разгрузить новую партию новостей для вас чтобы приготовить завтра еще свежего фарша